Библейский портал экзегет.ру представляет Положение независимой иудеи упрочилось И как она себя и дипломатически, и военным образом проявила Напомню, что изначально это все часть селевкидской державы И эта держава разрывается от разных претендентов, которые хотят править в ней Ну и во многом это позволяло лавировать Вот один из претендентов Антиох 15 глава описывает, как с Антиохом выстраиваются отношения Антиох с царя Диметрия с морских островов послал письмо Симону Симон, который, собственно, стал родоначальником уже династии Его брат сначала Иуда, потом другой его брат Иоаннатан Вели войны, были неформальными предводителями А Симон уже утвержден должностью первосвященника И более того, по наследству ее передаст дальше Послал письмо Симону, священнику и правителю народа иудеев И всему народу Оно было следующего содержания Царь Антиох приветствует Симона, великого священника и правителя народа и народ иудеев Поскольку объявились выродки, захватившие царство наших отцов Ну, это у них постоянно, да? А я хочу вернуть себе это царство, чтобы восстановить его таким, каким оно было прежде Я набрал немалое войско и снарядил военные корабли Я хочу высадиться и пройти по стране, чтобы наказать тех, кто разорил нашу страну И опустошил множество городов в моем царстве Поэтому сейчас я утверждаю за тобой все льготы, пожалованные тебе царями до меня А также все прочие дары, пожалованные тебе ими И разрешаю тебе чеканить собственную монету для твоей страны А Иерусалим и святилища свободны И все заготовленные тобой вооружения и крепости, которые ты построил, которыми владеешь, пусть остаются за тобой Отныне на все времена пусть будут прощены тебе все долги царской казне, какие есть и какие будут Когда же мы овладеем нашим царством, тогда прославим тебя, твой народ и храм великой славы Чтобы слава ваша стала известна по всей земле Соответственно, отменяются налоги, прощаются прежние недоимки И разрешается чеканка монеты Важнейший признак самостоятельности У государства есть своя валюта В 174 году, соответственно, это год Селевкидской эры 139 год до нашей эры Не Селевкидская эра, эра Александра Македонского В 174 году Антиох отправился в землю своих отцов И собрались к нему все войска Так что с Трифоном остались немногие Антиох стал преследовать Трифона Ну вот, два претендента, о которых мы читали очень много раньше Тот бежал в Дор на побережье Он уже понял, что пришла беда, а войска его покинули Антиох разбил стан возле Доры С ним было 120 тысяч пехоты и 8 тысяч конницы Он окружил город С моря в битву вступили корабли Натиск на город с суши и моря не давал никому ни входить, ни выходить Между тем, царь Антиох вторично разбил стан возле Дора Непрестанно нападая на него и строя осадные машины И запер Трифона, так что ни войти, ни выйти Симон отправил к Антиоху 2000 отборных воинов, чтобы они сражались с его войсками А также серебро, золото и немало снаряжения Но тот не пожелал этого принять, а все прежние соглашения отменил и порвал с Трифоном Антиох послал к нему Афинобе, одного из своих друзей, чтобы тот переговорил с Симоном и сказал ему Соответственно, вот один из участников этого междоусобного такого сражения, он по одному относится, а другой по другому Послушаем, что тот сообщает Симону Вы удерживаете за собой, опу, Газар и Иерусалимскую крепость, города моего царства Вы опустошили их пределы, причинили огромный ущерб этой земле, владели многими областями в моем царстве Так что теперь отдайте захваченные вами города и подать из тех мест, которыми вы владели за пределами Иудеи Если не хотите, тогда отдайте за них 500 талантов серебра, еще 500 талантов за то разорение, которое вы учинили и заподать из городов А если вы откажетесь, мы будем сражаться с вами Действительно, мы читаем о том, что здесь есть какое-то количество территорий, захваченных Иудеями И понятно, что селевкидам это не очень нравится Даже вот несмотря на то, что мы читали буквально только что Царь Антиох дает все почести, все признаки независимости, но хочет вернуть часть своих земель Или, по крайней мере, компенсацию за это Когда Афинобий, друг царя, ничего, кстати, о нем не знаем больше этого Прибыл в Иерусалим и увидел великолепие Симона, поставец золотой и серебряной посуды и многочисленную свиту Он подъявился и сообщил ему слова царям Симон сказал ему в ответ Мы чужой земли не захватывали, чужого не присваивали Мы владеем наследством наших отцов, которые наши враги, воспользовавшись случаем, несправедливо себе присвоили А теперь пришло нам время держать в руках наследство наших отцов Что же касается Иопа и Газар, которых-то требует, что хотя жители сами причинили много вреда народу и нашей стране, за них мы дадим 100 талантов Но все-таки признает, что часть территории захвачена, просто сбивает цену 500 талантов или 100 Ничего не ответил Афинобий, но полной ярости вратился он к царю, чтобы поведать ему об этих словах, о великолепии Симона, обо всем, что он видел И разгневался царь великим гневом А Трифон, сев на корабль, бежал в Артусию Тогда царь, назначив военачальником на побережье Кендебея, отдал ему пешие и конные войска и приказал ему расположить станы против Иудеи Отстроить кедрон, укрепить ворота и воевать с народом Сам же царь отправился в погоню за Трифоном Кендебей прибыл в Амнию, начал злить народ, вторгаться в Иудеи, захватывать пленников, убивать людей Он построил кедрон, пограничную крепость, разместил там конницу и пехоту, чтобы оттуда они отправлялись разъезжать по дорогам Иудеи, как приказал ему царь Ну вот, остается только от этой опасности избавиться, все будет хорошо А как избавились, об этом, конечно, 16 глава Субтитры создавал DimaTorzok